Я бы не знал обетованного слова на этот день. Я был молодым проповедником в пятидесятническом движении. Но в момент, когда я увидел и пережил служение брата Бранхама, с первого собрания в августе 1955-го, я знал, это муж, посланный от Бога. Потому что никто не мог делать таких вещей, которые происходили, если бы Господь не был с ним и не делал это. Но особое пророческое служение было для того, чтобы привлечь наше внимание к вести часа. И точно так же, как брат Бранхам нашел свое место, заготавливать пищу. Он никогда не говорил, что он будет раздавать пищу. Ему только было сказано заготовить пищу. Но в Матфея 24 мы имеем божественное поручение. Прямо перед тем, как происходит Матфея 25. Очень важно это распознать. Это не находится в Матфея 12. Не в Матфея 20. Это в Матфея 24. О пище, которая будет раздаваться народу Божьему. Итак, я повторяю. Прямо перед тем, как происходит Матфея 25. Перед тем, как исходит последний призыв. И последняя весть – это вот жених идет. Прямо перед возвращением нашего Господа. «Вот жених идет. Выйдите встретить его». Мы имеем эти стихи в Матфея 24. Давайте прочитаем их очень внимательно в молитве. «Это последнее обетование перед тем, как Господь возвратится». Да, вы можете прочитать. Да. 45-47. «Кто же тогда верный и мудрый слуга, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы он раздавал им пищу вовремя? Блажен тот слуга, которого Господин его при возвращении своем найдет поступающим так. Истинно, я говорю вам, он поставит его над всем имуществом своим». «Не только часть Слова Божьего». «Но весь план спасения должен быть возвещен». «И мы можем сказать, как апостол Павел». «В Деяниях, глава 20, когда он позвал старейшин прийти к нему, я проповедовал вам весь совет Божий. «Мы не специализируемся ни на каком учении». «Мы остаемся в равновесии, когда мы проповедуем Слово Божье». «Те, которые проповедуют свои собственные толкования, они всегда имеют одну тему. «Но мы проповедуем покаяние». «Мы проповедуем прощение грехов». «Мы проповедуем примирение». «Мы проповедуем любовь Божью». «Тогда мы знаем, что написал апостол Павел в 1 Коринфянам 13. «Если бы я знал все тайны и не имел бы любви Божьей, я ничто». «Брат Бранхам сказал, только совершенная любовь войдет туда». «Затем он говорил с братом Ли Вейлом, и Господь поправил его». «Это не только совершенная любовь, но совершенно верить каждому Слову Божьему». «Не только говорит совершенная любовь, но совершенная любовь связана с совершенным Словом Божьим». «Когда дело касается поместных вопросов, для меня непросто говорить об этом». «Для меня непросто говорить об этом». «Это было прямо перед рассветом». «Ночь закончилась, но солнце еще не встало. «Когда я услышал голос Господа и получил мое поручение». «Но после того, как Господь сказал, «Мой слуга, твое время для этого города скоро закончится. «Я пошлю тебя в другие города, проповедовать мое Слово». «Тогда я сказал, «Дорогой Господь, они не будут слушать меня». «И Господь говорил во второй раз, «Мой слуга, время придет, когда они будут слушать тебя». «Заготовь пищу, потому что придет большой голод». «И затем ты будешь стоять посреди народа «и раздавать пищу». «Но это было только первые две части». «Затем Господь говорил снова, «Мой слуга, не основывай поместных церквей». «Не издавай сборника песен». «Потому что это признак деноминации». «Это часть Божественного поручения». «Если бы я вмешивался в дела поместных церквей, «Я бы должен был оставаться здесь на год или два». «Но я просто прихожу и ухожу». «Я остаюсь только один-два дня». «Имею два или три собрания». «И я иду к другому городу, к другой стране». «Но помилуйся всемогущего Бога». «Если вы смирите себя и будете почитать другого брата высшим себя». «Как это говорит Писание, тогда Господь устроит все вещи в поместной церкви». «Бог поместил пятикратное служение». «Но в каждой поместной церкви есть старейшие». «Бог не знает главной системы». «Как это практикуется в Соединенных Штатах Америки». «Один пастор, один пастор, один пастор». «И пастор собирает все десятины с людей». «Многие становятся миллионерами». «Это система деноминации». «Мы должны трудиться вместе». «И собрание распознает, если вы имеете служение». «И собрание распознает, если вы имеете служение евангелиста». или служение учителя. Существуют различные служения, но тот же самый Святой Дух. Но в тот момент, когда брат думает, что он начнет церковь, что он есть что-то, что-то, что-то. Мы все ничто. Это все милость Божья. Не существует маленьких и больших мужей Божьих. Существуют различные служения, но тот же самый Святой Дух. Но сначала мы должны отвергнуть себя. Не думать, что мы являемся чем-то. Особенно мы не должны изобретать особых откровений. Потому что каждый, кто называет это особым откровением, будет приносить разделение и иметь учеников, следующих за ним. И как апостол Павел, он призвал старейшин, не пасторов, не учителей. Он позвал старейшин. Даже если кто-нибудь болен в церкви, согласно Иакова, главе 5, они должны призвать старейшин, чтобы они помазали его маслом и помолились. не одна главная система, но братья, которые имеют служение, чтобы распознать друг друга и служить Господу вместе. Братья, я говорю вам правду. Уже слишком поздно, чтобы иметь свои собственные пути. Пришествие Господа совершенно близко. Мы не только находимся в последнем времени. Мы находимся в конце последнего времени. И особенно никто не должен идти в другой город. И пытаться устроить вещи таким образом, как он хочет, чтобы это было. Нет, оставайтесь там, где вы есть. Если вас не пригласили приехать. Итак, мы должны найти наше место в Царстве Божьем. Но я не могу вмешиваться в поместные вопросы. Я могу только сказать, таким образом было в библейские дни. Но сейчас для меня не время основывать поместные церкви. И Бог знает, как много электронных писем мы получаем. О множестве проблем в поместных церквях. Но по милости Божьей Господь позволит вам найти ваше место. И обычно мы имеем проблемы с нами самими. И затем мы имеем проблемы в церкви. Но если мы смиряем сами себя и остаемся в присутствии Божьем, тогда Господь будет употреблять нас. Но я должен оставаться с моим поручением. Не вмешиваться в дела поместных церквей. Апостол Павел мог оставить после себя Тимофея, чтобы поставить старейшин в церкви. Но он должен был оставаться в церкви, чтобы, по милости Божьей, знать, кто предназначен, а кто нет. Но мы не находимся в начале Новозаветной Церкви. И однажды брат Бранхам сказал, это служение уже выходит 15 лет, и никакая деноминация не вышла из него. Никакой деноминации не будет в послании. Каждая поместная церковь будет ответственна за поместные вопросы. Мы не имеем штаб-квартиры на земле. Как брат Бранхам сказал, наша штаб-квартира на небесах. Господь утвердил различные служения. Но вы можете представить, что Господь сказал мне, мой слуга, не издавай сборника песен, потому что это признак деноминации. Каждая деноминация имеет свой собственный сборник песен. Итак, мы должны понимать, это Божье заключительное время. Это моя искренняя молитва, чтобы в этот день не только перед тремя тысячами людей, и теми, которые слушают по всему миру. Но для вас, братья, которые слушают в различных церквях, поместных церквях, любить друг друга, распознать друг друга, чтобы служить народу Божьему. Обычно я рассказываю все переживания. Когда Господь сказал, заготовь пищу, мы запаслись естественной пищей. потому что в 1961 году русские и американские танки стояли в Берлине. Стена была построена через Берлин в 1961 году. И Джон Кеннеди сказал, я сделаю пример из Берлина. Это был кубинский кризис. Это была холодная война. Мы не знали, что произойдет дальше. И я думал, что произойдет трагедия с нашим народом. И мы заготовили естественные продукты. Но трагедия не произошла. И голод не пришел. И так в ноябре 1962-го я сказал, дорогой Господь, я не могу больше проповедовать. Ты сказал, что голод придет, но голод не пришел. Я не могу больше жить, я не могу больше проповедовать. и по таким вдохновениям в ноябре 1962-го года я позвонил брату Бранхаму. Могу ли я приехать и увидеться с ним? Потому что я хотела ответа от Бога. И мы встретились в декабре 1962-го, в понедельник. Он попросил меня проповедовать в Скинии. в воскресенье 2-го декабря 1962-го. И в понедельник мы были вместе. И пророк сказал, брат Франк, ты неправильно понял. ты подумал, что будет естественный голод. Бог пошлет голод по Своему Слову. Как написано в Амоса, глава 8, стих 11. Бог пошлет голод по слышанию Его Слова. И пища, которую ты должен заготовить, это обетованное Слово Божье на этот день. И Он даже сделал утверждение. Оно содержится в проповедях, которые записываются на ленты. Но в конце этой беседы, в понедельник 3-го декабря 1962-го года, он сказал, брат Франк, подожди с раздачей пищи, пока ты не получишь остаток пищи. И заключительные слова в этот день были на парковке. Мы уже были готовы сесть в машину. У меня был вопрос. Я сказал брат Бранхам, имею ли я право молиться за больных? И его ответ был. Каждый, кто призван проповедовать Евангелие, кто призван проповедовать спасение души, и призван молиться за больных. Это одно и то же поручение. По милости Божьей мы имеем божественную власть проповедовать прощение грехов, исцеление. Молиться за тех, которые приходят ко Христу, чтобы их грехи были прощены. И молиться за тех, которые должны быть остылены, это одно и то же поручение. Итак, возлюбленные братья, давайте найдем свое место. Возвращаясь к Матфея 24, я подчеркиваю снова, прямо перед Матфеем 25, есть последнее обетование, раздавать пищу, делиться каждым словом Божьим, с истинной невестой Христа, с теми, которые имеют ухо, чтобы слышать, что Дух говорит. и позвольте мне сказать и снова повторить. Брат Бранхам был мужем, посланным Богом, со служением восстановления. «Эти глаза видели» «Коллег, оставляющих свои постели и уходящих прочь. Я видел библейские дни. Я видел апостольское служение. И так это не было просто послание, но Бог подтвердил свое слово. «Сейчас наше время пришло смирить себя перед Богом, искренне сказать в молитве, Дорогой Господь, позволь мне найти место, предназначенное для меня». И, как мы уже сказали раньше, не вмешивайтесь в другие поместные церкви и не покидайте поместную церковь. Если существует проблема в поместной церкви, эта проблема не может быть решена через разделение. Нет по милости Божьей. Объединитесь в молитве. Молитесь всем вашим сердцем, чтобы воля Божья была совершена. Не то, что этот брат желает или тот брат хочет. Возлюбленные братья, по милости Божьей. В поместной церкви в городе Крефельд с 1959 года мы имеем тех же самых старейшин, тех же самых деканов. Ни одной проблемы со старейшинами или деканами. Просто божественная гармония в поместной церкви. И то же самое, возлюбленные братья, кто бы вы ни были или откуда бы вы ни были. Это Божье время, чтобы объединиться в молитве и найти волю Божью и быть готовыми всем вашим сердцем раздавать духовную пищу. И вы знаете, что наш Господь сказал? Моя пища есть творить волю Божью. Истинная духовная пища связана с волей Божьей. И как наш Господь сказал в Гессиманском саду? Не так, как я хочу. Не то, что я хочу. Читайте, читайте. Не то, что я хочу. Не как я хочу. Но да будет воля Твоя. Это должно быть с вашей молитвой. Не то, что я хочу. Не то, что я хочу. Но да будет воля Божья. Уже слишком поздно, чтобы иметь наши собственные пути. Пожалуйста, не приносите никаких разделений. Если вы имеете вопрос, если вы имеете библейский вопрос, вы имеете библейский ответ. Если вы имеете вопрос не по Писанию, вы будете иметь ответ не по Писанию. Как я говорил уже сегодня о семи граммах. Это очень ранит. Братья прячутся за именем Вильяма Бранхама. Всегда оставят пророк, 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 чтобы использовать авторитет пророка для своих собственных толкований. Это преступное деяние. Вы не можете читать только одно утверждение отсюда. Готовы ли вы посвятить вашу жизнь Господу? Тогда давайте встанем на наши ноги. Просто в присутствии всемогущего Бога. Чтобы распознать наше место в церкви и в служении Божьем. Мы здесь из различных стран, различных языков. Но мы одно во Христе. Есть только одна невеста. Брат Бранхам сказал, невеста берется из церкви. Истинные дети Божьи сейчас проявляются. верят в Слово Божьему. Отвергают каждое толкование. И возлюбленные братья, я должен это сказать. Когда вы читаете проповеди брата Бранхама, когда вы слушаете послание на пленках, вам не нужно ничего говорить. Просто слушайте, что он сказал. Но когда вы проповедуете, проповедуете Слово Божье. Это то, как мы делаем в нашей поместной церкви. У нас есть один брат. Каждое воскресенье, если меня там нет. Он читает из проповеди брата Бранхама. Не просто одно утверждение отсюда и отсюда. Он просто читает вот так. И все, что брат Бранхам сказал, и никакого собственного толкования. Но когда мы проповедуем, мы проповедуем Слово Божье. Братья, я скажу вам сейчас, перед тем, как мы закончим. Я обращаюсь сейчас к переживанию в Марселе, Франции. Вы не можете себе представить, что это значит для меня. С божественным поручением. Мой слуга, встань и читай второе Тимофею 4. «Ибо я хочу говорить с тобой». Что это было? Не проповедовать воображение. Проповедовать Слово Божье. Не толкование о семи граммах. Бог есть свой собственный истолкователь. И это принадлежит к служению брата Бранхама. «По милости Божьей». Я знаю все высказывания, которые сделал брат Бранхам. Я знаю, как он себя чувствовал. «Потому что все двери были закрыты». Оставалась только одна дверь бизнесмены полного Евангелия. «Брат Бранхам хотел поехать на Аляску». Он был в отчаянной ситуации. «Но оставьте все вещи с Вильямом Бранхамом». «Но оставьте все вещи с Вильямом Бранхамом». «Это у одного брата был сон». «И он рассказал сон брату Бранхаму». «И брат Бранхам повторил, что у этого брата было во сне». «Но он никогда не сказал «Я умру и воскресну опять». «Это абсолютно важно, оставить все вещи там, где они есть». «Мы не призваны объяснять то, что брат Бранхам сказал». «Вы здесь, чтобы проповедовать слово, как оно было открыто ему». «Я надеюсь, вы понимаете». «Поднимите ваши руки, если вы понимаете». «Оставьте все, что принадлежит брату Бранхаму с братом Бранхаму». «И найдите свое место, свое служение в теле Христа». «Перед пришествием Христа». «И я повторяю снова». Матфея 24, стих 45-47. Идет прямо перед Матфея 25. «Вот жених идет. Выходите навстречу ему». «И невеста живет каждым словом Божьим». «И каждое слово Божье было открыто по милости Божьей». «О Божестве, о водном крещении». «Я бы не знал, что произошло в саду Эдемском». «Вы не знали бы, что произошло в саду Эдемском». «Как брат Бранхам сказал». «Было добавлено только одно слово». «И Ева была обманута». «Как брат Бранхам сказал». «Не веря в то, что Бог сказал, было первоначальным грехом». «Первый грех в саду Эдемском» «Было неверие в то, что Бог сказал». «Неверие ужасно». «Те, которые не верили, не вошли в обетованную землю». «Неверие и непослушание идут вместе». «Вера и послушание идут вместе». «Если вы читаете Бытие, глава 2, Господь Бог сказал Адаму, «Ты можешь есть от каждого дерева, кроме этого одного». «Но когда змей говорил Кеве, в Бытие, глава 3, стих 1, змей добавил одно слово, слово «не». «В Бытие 2, Господь сказал, ты можешь есть от всех деревьев». «В Бытие 3, змей сказал, Бог сказал, вы не можете есть от каждого дерева». «Итак, это очень важно». «Итак, это очень важно». «Добавить одно слово, изменить одно слово». «Изгнало их из присутствия Божьего». «Поэтому, как я сказал сейчас, я бы не знал, что произошло в саду Эдемском. «Но брат Бранхам сказал, ангел Господа сошел в мою комнату». «Он сказал, что произошло утром со змеем и Евой, и что произошло после обеда того же дня с Адамом и Евой. Вильям Бранхам был особым мужем Божьим. И все тайны Слова Божьего были открыты ему. И по милости Божьей мы проповедуем весь совет Божий. Давайте распознаем привилегию, которую Бог дал нам. Жить сейчас и иметь настоящее Божественное откровение. И часть в разделении пищи с Божьими людьми. Пусть Бог благословит вас и будет с вами». Давайте помолимся. «Наш Небесный Отец, мы воздаем Тебе честь, хвалу и славу. В дорогое имя Иисуса Христа нашего Господа. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за спасение наших душ. за слово, которое Ты открыл нам. Ты послал Своего слугу и пророка. мы распознали наш день и служение. Дорогой Господь, я молюсь в смирении, как Ты дал мне привилегию быть вместе с Твоими служителями. Сегодня Ты дал мне привилегию быть с моими братьями, из различных народов, раздающих ту же самую духовную пищу. И успомозание Святого Духа прибудет на каждом. Да распознаем эту последнюю весть. Вот жених идёт. Выходите встретить его. Господь, я молюсь за моих братьев. Благослови их могущественно, чтобы этот день не прошёл напрасно. Пусть это будет день, который Ты сотворил для них. Пожалуйста, молитесь от всего Вашего сердца. Не как я хочу. Не что я хочу. Но да будет воля Твоя. Да будет воля Твоя. Пусть благословения Всемогущего Бога прибудут на всех Вас. В драгоценное имя Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя. И каждый скажите «Аминь». И каждый обратитесь к своему соседу. Брат, я люблю тебя. Брат, я люблю тебя. Совершенная любовь связана с совершенной волей Божьей. Спасибо большое, брат Дейл. Спасибо, спасибо, спасибо. Бог благословит вас. Брат Ниаги, Бог благословит себя. Брат Ниаги и Уганья Брат Аpanт, благословит вас Бог. Из Конго, из Замбии, отовсюду. Брат Завиля. Продолжение следует...